Ребят, всем привет! Меня зовут, как обычно, Татьяна, Таня, Танечка. Сегодня мы поиграем с вами в новую игру, вернее, это, скорее всего, не поиграем, а почитаем, потому что это игра из разряда новелл, мы будем читать. Игра называется Reflexia, она новая, на неё, кстати, хорошие отзывы, поэтому... Чё-то я такая думаю, блин, ещё не скоро повыходят хорошие игрушки, которые я очень жду, поэтому мне что-то захотелось каких-то новинок интересных, которые сейчас набирают какие-то, например, либо популярность, либо просто хорошо выглядят. Поехали. Здрасте, главная героиня. Так, я так понимаю, здесь озвучки нет, мне придётся читать всё это. Так, ладно, есть авто, я так понимаю, мы можем сами перещёлкивать. Так, поехали. Привет. 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 Охрененные варианты здесь выбираем, ну, я не знаю. Ну, давай будем... Привет. Такой ответ подойдёт тебе? Привет. Получено достижение, привет. Вау, офигенно, да? Достижение, подожди. Стандартный ответ. А можно как-то подписать, с какой-то нацией мне где читать, потому что, я так понимаю, это она мне отвечает. Правильно? Стандартный ответ. Окей. Он самый правильный. В конце концов, здесь не хватает тоже тысячи вариантов, чтобы выразить твой характер в одном приветствии. Так что, просто оставайся собой, не думая об отыгрыше прописанного читателя. А ведь, я говорю, то я всё равно именно с тобой. Наверное. А с кем же ещё? Тебя здесь вообще может и не быть, она вело стоит на автопрочтении. На самом деле, не на автопрочтении, я сама это всё перекладываю, поэтому... Или ты совсем не тот человек, которого я жду. Ну что ж, мы поставим троеточие. И она улыбнулась. А где музыка? Я думала, здесь музыка повеселее будет. Наверное, мне придётся в свою музычку вставлять. Ладно, она мне отвечает. Как бы то ни было, давай продолжим. Давай продолжим. Что здесь происходит вообще, собственно? Ничего. Абсолютно ничего. Думаю, здесь будет обещанный Юрий Гаремник без сюжета. Такая задумалась. Ответ честно. Ты действительно его хочешь? Гарем? Да. Ну и зачем? Полученное достижение, серьёзно. Ну и зачем? Ну так вот. Понимаю. Юрий жанр относительно непопулярный. А вот эрогея, эрогея, эрогея и без того навалом. Стоит ли тратить на него время? Ну раз мы зашли уже, то я надеюсь, что да. Что ж, вряд ли у меня получится остановить тебя. Но в любом моменте ты можешь передумать, тогда просто закрой эту навалу. Ну ладно. Так уж и быть. Давай разыграем небольшую сценку. На больше даже не надейся. Я надеюсь, это не а-ля порнух. Где мы будем с тобой, типа, до свидания, а потом ты такая мне. Ну, мне нечем заплатить. И всё такое. Наконец-то будет Юрий Гаремник без сюжета. Сюжета и так здесь нет. Юрий... Юрий, возможно, но только если перед экраном сидит девушка. Ну, конечно же, я же. А Гаремник, если она с подругой? Ну, к сожалению, подругу я с собой не взяла. Чего? Что это всё значит? Жизнь несправедливая, полна обмана. Я смирюсь с Мэтием и дай мне Юри Гаремника. Давай будем настойчивыми. Что значит дай? Достижение за попрошайничество. Такое чувство, как будто бы я разговариваю сейчас сама собой. А ты мне что взамен дочитаешь до конца? Хорошо, тогда... Давай сходим на свидание. Уже? Так быстро? А я думала, ты выберешь вариант повыше. Достижение за адекватное взглядное отношение. Ну, да. Значит, мне всё ещё потеряно. А ты за кого от меня принимаешь? Ты ведь только познакомилась, какое свидание? Давай. А неужели ты хочешь в бесконечность игровых дней пытаться сблизиться со мной, делая очевидно правильные выборы? Это же уныние. Зачем так заморачиваться, если можно получить желание здесь и сейчас? На что ты намекаешь, моя дорогая подруга? Давай уже сменим декорации, после чего приступим к игре в любовь. Давай уже сменим... Ах, как романтично это прозвучало. Так ты единственная романсибельная героиня здесь? А к чему тут вопрос? Я не устраиваю тебе, как не нравится, иди в другую новую. Прекрати на меня ругаться. Это был единственный вариант ответа. В этом и есть смысл. У тебя нет выбора, кроме как провиниться передо мной и просить прощения. И мне всё равно, что я придумала эту обиду на ровном месте. Тогда я ухожу. Сама не думай. Всё, она обиделась. Ты не уйдёшь. Я же ведь ещё говорю с тобой, значит, что-то тебя здесь держит. И что бы то ни было, теперь я расстроена ответом и отказываюсь продолжать историю, пока не извинишься. Короче, в чём прикол? Прикол в том, что здесь нельзя выйти, вот просто нажать на Escape, здесь нет выхода кнопки. Прикол в том, что здесь нужно делать как маленький экран, тогда только она даст выйти. Если я закрою экран, у меня остановится запись, поэтому как-то не алё. Я бы хотела пошутить, посмотреть, что будет, если я выйду, даст ли мне достижение, я пидор. Типа, кинула девку на первом же свидании. Так, ладно. И что бы то ни было, теперь я расстроена ответом и отказываюсь продолжать историю, пока не извинишься. Можно не извиняться? Прости, ну ладно, хорошо. То-то же. То-то же. Ты мне дала один вариант ответа. Даже ведь у нас... Должна ведь у нас случиться хоть одна ссора за весь сюжет. Я бы не назвала это ссорой на самом деле. Вообще... Вообще. Я, как человек, я не люблю ссоры. Меня ссоры дико напрягают. Меня ссоры дико вообще и расстраивают, и всё остальное, поэтому... Окей, дальше. Иначе говоря, конфликт. Теперь я с чувством выполненного долга могу пойти с тобой на свидание. Ну, начнём с того, что я на свидание тебя не приглашала. Ладно. На самом деле, я очень его ждала. Больше, чем кого-либо. Больше, чем кто-либо ещё. Так что... Как-то несправедливо пригласить на него кого-то не меня. Чем тогда занимаются остальные героини? Достижение за неуместный вопрос. Так там был один вариант ответа. Ты о чём? Да какая разница? Пока они не в кадре, их не существует. А если вы не знакомы, то их, считай, никогда и не было. Ты что, Яндеры? А? Хочешь свести всю мою личность к одному лишь архетипу? Ну, ладно. В этом случае ты не ошибёшься. Хм... А знаешь, идея сменить моё имя не так уж и плоха. Да и прихорошиться перед свиданием не помешает. Один момент, сейчас всё будет. Наконец-то ты оденешь что-то. Ёлки-палки. Та-да! Ха-ха! Яндеры Тян. Ну, здорово. Чё могу сказать тебе? Мне кажется, или у неё сиськи больше стали? Ладно. Что-то здесь поделано было. Всё-таки удобно проводить свидание в игре. Один переход, и всё. Уже готово. Это что, кафе? Эта сладость выглядит очень вкусно. Тебя... А тебе очень идёт на образ. Нет, комплименты я тебе давать не буду. Ты меня вывела нахрен. Это что, кафе? Давай. Достижение за глупый вопрос. А что, не очевидно? Я думала, мы у тебя дома уже. Да и вообще, неужели тебе не хочется в первую очередь сделать даме комплимент? Проблема в том, что я тоже дама. Нет, я, конечно, не спорю, что девушки тоже могут... Девушки... Пу, блин. Девушки-девушка могут делать тоже комплименты. Это нормально, это прикольно. Но... Чё ты ко мне прикопалась-то? Чё? Эта сладость выглядит очень вкусно. Тебе очень идёт новый образ. Ну, ладно. Хрен с ней. Она выпросила так и быть. Спасибо. Да, разнообразие-то хорошо. Даже если в смене моего наряда нет никакого смысла. А как же атмосфера? Тоже верно. В конце концов, она тоже помогает погрузиться с головой в историю. Визуальные новеллы тем хороши, что для этого используют множество разных инструментов. Такие как картинки, музыка и даже какой-то интерактив. Ну, я так понимаю, у нас с тобой интерактива не будет. Так. Так что место для нашего свидания, как не посмотри, просто идеальное. И я не про кафе сейчас. Это всего лишь декорация. Только здесь я смогу в полной мере передать все свои чувства. Ты? Чувства? Мне интересно. Каким образом? Но не думай, что ты здесь всего лишь наблюдатель. Даже твои поддакивания помогают лучше почувствовать человека по ту сторону экрана. Ты же всего-навсего персонаж новелл, а не человек. Как грубо. А ведь кто-то в меня вложил душу. Ну да, твой разработчик. А меня все равно можно назвать наблюдателем, хотя бы потому, что моей выборы ничего не значат. Она разозлилась. У нее глаза такие просто... Это, блин, вот эти есть штуки, картинки, спиралька его такая вот штука. Она кружится, и ты, типа, заколдовываешься. Вот у нее такие примерно глаза. Но, правда, здесь не спиралька, а кружочки все. Но выглядит это, я не знаю. Почему-то у меня ассоциация... Ассоциация, она похожа, я не знаю, как будто на эту, господи. С Джокера, вот эта подружка его. Простите, я забыла. Ну ладно. Нет. Тебе только кажется, что это так. Иначе какой смысл в твоем присутствии? Хочу напомнить, что у новеллы есть режим автопрочтения. Просто оставайся здесь. Зачем мне автопрочтение? Я все клацаю сама, чтобы ощутить вот эту атмосферу того, что ты мне тут заливаешь. А мы на свидании или как? Давай поговорим о чем-нибудь другом. Поинтересуйся мной, что ли. Ля, что происходит? Какие у тебя есть хобби? Расскажи о своих предпочтениях. Почему ты вообще так ждала это свидание? Ну давай. Глупый вопрос. Чего еще мне ждать в романтической новелле? Ладно, ладно. У меня появилась идея. А что если реально найти какую-нибудь новеллу? Что-нибудь зашкварное почитать? Блин, реально, прикольная идея. Если вам зайдут такие видео, я бы, наверное, нашла какую-то зашкварную новеллу, я бы ее почитала. Потому что когда в поиске в играх ищешь всякие игрушки, там, хорроры, почему-то какие-то странные игры, тематика, у них стоит ярлык, что это хоррор. Хотя по факту это вообще никакой не хоррор. Это какая-то бродилка. Просто смотришь там что-то и все. Типа подавляющая атмосфера. Ну блин, разве это хоррор? Разве можно назвать такую игру хоррором? Странно. Так, давайте дальше читать. Ладно, ладно, шутки, основанные на разрушении четвертой стены, уже поднадоели. Надеюсь, что... Надеюсь, хоть что-то веселое в них было. Иначе я старалась зря. Что же, вот мы и подошли к сути происходящего. Так, давай, знаешь что, я тебя хочу заскринить. А знаешь, почему ты сейчас считаешь это? Блин, я не успела. Не успела. Заняться нечем. Кстати, да. У меня сейчас, чтобы вы понимали, сейчас я посмотрю. У меня сейчас 2 часа ночи. Прикол в том, что я до этого отсняла одну игру. Слайм Ранчер 2. Блин, Слайм Ранчер 2 я снимала. И я думала снять продолжение Слайм Ранчер 2. Еще одну, как записать серию. Но что-то я думаю, подожди, я же там устанавливала новые игры. Вот. И я вспомнила, что, блин, может реально почитать что-то прикольное. И наткнулась на вот эту вот игру. Думаю, ладно. Поэтому давайте выберем подходящий под меня вопрос. Я до сих пор жду Юрия Гаримовна без сюжета, мне все интересно происходящее. Заняться нечем. Меня привлекает вот этот вот ответ. Давай. Ладно, я заскринила. Надеюсь, скриншот будет нормальный. Ну, может быть. Не в этом суть. Хе-хе-хе-хе-хе. Че смешного? Просто веселюсь. В такие моменты мне даже как-то все равно, что твои ответы заранее прописаны. Ведь ты в любом случае сейчас здесь, со мной. И мы неплохо проводим время. Это делает мне чуточку счастливее. Спасибо. Тебе спасибо. Блин. Тут офигенные ответы. Просто давай поставим троеточие. Она такая обиделась. Я тоже хочу кое-чем-нибудь тебя спросить. Ну, давай. Спрашивай. Так, поменялась картинка. Хорошо. Ёлки. Че так спялишься на меня? А веришь ли ты в судьбу? Ну, давай. Расскажи мне. Что бы ни произошло, все придет к одному концу. Это никак не изменить. Знаешь... Блин, я не успела прочитать. Так вот. Наша встреча обязана была случиться. Я не могла отказаться от роли главной героини. А ты. Понятия не имею, как именно жизнь привела тебя к какой-то любительской поддержке. Но раз мы встретились, значит, не просто так. Так, у меня начинает немножко подхрипывать голос. Я чувствую... Секунду. Если дальше так пойдет, мне придется взять, пойти чай сделать. Прогреть немножко голос. Правда, я не совсем уверена, ты или тот самый человек. И вряд ли у меня получится это проверить. Просто знай. С твоим появлением моя жизнь перевернулась с ног на голову. И это произошло еще задолго до запуска новеллы. Как это возможно? Реально. Блин. Вот интересно. Как вообще автор вот этой новеллы додумывался это все писать? Вот должна быть какая-то определенная фантазия. То есть к чему-то должно это прийти. Твоя мысль. Ты должен показать эту мысль. Это, блин. Я помню как-то, кстати, раньше, когда была на пару лет, так сказать, моложе. Но я сейчас не старая, нет. Я имею в виду, когда я была на пару лет моложе, я тоже начинала писать книгу. Но это была... Как книга? Книга на два листочка, потому что я ее начала писать, но потом я почему-то забила. Я писала, по-моему, две книги. Начинала, вернее. Начинала писать две книги. Первая книга... Блин, а что это? Это что-то связано было с призраками. Меня очень интересовала тема хорроров, поэтому у меня две книги были связаны с хоррорами. Первая это с призраками, а вторая это была что-то типа фэнтези, но а-ля что-то опять-таки страшное. Вот, да. Так, мы что-то оторвались от прочтения. Давай, как это возможно? Все очень просто. Мы встретились во сне. Я считаю его вещью. Многое из того, что я видела, идеально вписывается в наши условия. И в то же время оно предсказывает возможное лишь за пределами сценария. Разве твои сны не заранее прописаны как нечто необходимое сюжету? Она такая, что, блин? Не знаю. И я не думала об этом. Даже если так, какой в этом и смысл? Наш диалог бы не состоялся без него. Хочешь знать... Хочешь сказать, я продолжаю следовать сценарию? Возможно. И тут я такая думаю, подожди, я неправильно прочитала. Возможно, это и есть судьба. А у тебя нет выбора, кроме как следовать заранее прописанным ответом. Так, подожди, куда ты так хреначишь? Стой, остановись. Ты... Подожди, поймала. Куда поймала? Подожди. Поймала. Куда? Она меня поймала. Полученное достижение поймала. У меня не работает ничего. Ничего не жмется. Она меня поймала. Так, это ясно. Че? Это все, что ли? Ничего больше не появляется. Полученное достижение какая-то хрень. У меня завис экран или что? Подожди, какие нахрен достижения? Меня кто-то поймал. Че ты поймала? Ну, давай, ладно, понажимаем на кнопки. Чтобы вы понимали, вы, скорее всего, это и так видите, что я это говорю. Я просто жму кнопки. И там появлялось достижение. Может, мне реально просто жмякать все кнопки и появится еще какое-то достижение? Так, я чувствую моему голосу уже трындец. Ну, че? Ты меня поймала. Молодец. Может, ты включишь мне дальше почитать? Или все? Или на этом игра заканчивается? Так. Алло. Прием. Блин. Походу, да. Походу, игра закончилась. Ну, что ж. Ладно. Ладно. Хрен с ним. Так, ребятки. Так, ребятки. Хрень. Хрень. Я не знаю, сколько там минут. 10-15-20. Но в любом случае, спасибо. Не забывайте подписываться. Лайкать, комментировать. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok